По утверждению специалистов, депрессия сегодня явление частое. Этому недугу подвержены все. И особенно часто в осенние и весенние периоды. Если у человека пропали интересы к тому, что раньше интересовало его, если ему не хочется общаться, если у него изменился аппетит, не справляется со своей работой, не усваивает материал, стал медлительным, вот эти вот все дома должны насторожить его и вряд ли он справится. К нам обращаются люди со сниженным настроением, наверное, в большинстве случаев. Аналогичная ситуация наблюдается и в Оренбургском областном психотерапевтическом центре. Если в 2014 году, когда учреждение только начало свою работу, специалисты получали около 3,5 тысяч обращений, то сегодня количество жалоб увеличилось до 20 тысяч. При этом только 30% из них – это тяжелые психозы, а около половины – легкие расстройства и депрессии. Наряду с традиционными методами лечения в центре представлена и музыкальная терапия. Музыка является видом искусства, который оказывает на человека наиболее сильное влияние, причем как на эмоциональную сферу, так и через эмоции и на физиологические параметры. Сегодня эффективность музыкальной терапии уже доказана. Терапия как метод лечения уже используется в ряде медицинских учреждений нашего региона. Однако для дальнейшего развития такого подхода необходимы обученные кадры. Музыкальная терапия – это метод, использующий музыку в качестве лечебного средства. Различают пассивную терапию, слушание музыки и активную – игру на инструментах, пение, любую деятельность, при которой человек работает со звуком. В Оренбурге это развивается уже намного интенсивнее, чем во многих местах Германии. Это направление продвигается с Оренбурга в Москву, в Санкт-Петербург и поддерживается врачами и психологами. Об исцелении мы, как правило, не говорим нигде в психотерапии. Больше речь идет об улучшении состояния. Музыкальная терапия позволяет пациентам открывать в себе собственные ресурсы. На мой взгляд, надо, скорее всего, наверное, за основу взять уже готового врача. И путем переподготовки мы могли бы это сделать у нас, ну, если будет стандарт. Это будет уже вторая специальность путем переподготовки. И это будет музыкальный терапевт, квалификация, все. И тогда вот они начнут. Мы готовы это сделать. Я знаю, уже мне говорили в психиатрической больнице несколько человек, желающих пройти такой курс. Сама по себе музыкальная терапия от депрессии не избавит, но может применяться в качестве дополнительного метода лечения. Однако с простой осенней хандрой музыка справиться может. Умение владеть музыкальным инструментом не играет никакой роли. Любая импровизация, любая импровизация. Поэтому, если вы напряжены, устали, у вас переполняют эмоции, постучите в барабан, поимпровизируйте голосом, любыми звуками. Это отреагирование, это выход эмоций. Это очень полезно. Я стараюсь в этом. Подвержены ли вы осенней хандре и как с ней бороться? С такими вопросами мы обратились к оренбуржцам. Большинство респондентов отметили, что никогда не сталкивались с подобным. Однако нашлись и те, у кого выработались свои методы борьбы с плохим настроением. Да нет, вроде бы. Нет, не было такого никогда. Нет, всегда хочется что-то делать. Ну да. А как боролись с этим? Прогулки на свежем воздухе, общение с внуками, ну и с хорошими людьми. Наверное, бороться с осенней хандрой довольно просто. Надо просто заниматься постоянно каким-то интересным, увлекательным делом, именно которым болеешь. Ну вот, например, я увлекаюсь шитьем, шью и профессионально, и для себя. Если есть в жизни какое-то интересное дело, которым ты интересуешься, которым ты живешь и говоришь, то хандрить точно некогда. Наталья Богданова, Дарья Казакова, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ.